Всем привет! Сегодня понедельник, а значит с вами я Владимир Пересада и наш стандартный разбор индексов. Сперва я хотел бы рассказать о своих позициях. Те, кто смотрел на прошлой неделе мой обзор, эти позиции уже были открыты. Позиция по доллару канадскому доллару на покупку и позиция по продаже австралийского доллара. На текущий момент времени обе сделки без изменений, я ничего не корректирую. Покупка на доллар, канадский доллар актуальна вплоть до 33-34 и продажа по австралийцу актуальна до более низких значений вплоть до 0.7. Поэтому пока здесь ничего не меняю. Что касается индекса, давайте начнем с индекса доллара и посмотрим на перспективы развития ситуации. Обратим сперва внимание на более внутренний таймфрейм для того, чтобы понять есть ли предпосылки роста. Мы видим, что здесь на синтетике постоянно цена удерживается в значениях около 0.92.7. В этой области есть спрос по доллару и соответственно предложение по основным парам. Большинство инструментов, австралиец, новозеландец, фунт, они были на максимумах. И некоторые уже пошли в откат, другие до сих пор стоят в области своих предельных значений. А значит рано или поздно мы можем вполне увидеть усиление доллара. То же самое касается пар доллар-канадский доллар, доллар-иена. Везде цена находится на минимумах. Доллар-франк. То есть мы можем увидеть усиление. Но нам нужно понимать, с каких ключевых значений индекса это усиление отсматривает. Где находятся точки непосредственно препятствий и выше или ниже каких значений нам предпринимать торговые решения. Давайте сразу обратим внимание на разрез рынка. Здесь мы можем наблюдать значения 93.5 и значения 93.8. Эти два значения являются препятствиями на пути роста цены. И здесь непосредственно очень большое пространство над графиком. То есть в случае, если цена выйдет за 93.5-93.8, мы можем увидеть хороший виток роста. Вплоть до 96, а может быть даже выше. То есть у нас хороший потенциал восстановления по доллару. Следовательно, можно в значениях индекса, когда они будут выше указанных чисел, начинать смотреть продажи на таких инструментах, как евро-доллар, фунт-доллар, покупки доллар-канадец, доллар-иена, опять же продажи австралиец-новозеландец. То есть по ситуации, по вашим техническим стратегиям, которые вы используете при выходе индекса за ключевые точки, можно уже начинать анализировать основные пары. Что касается продаж по доллару, вероятны ли они? Естественно, вероятны, но сама структура, которая сейчас есть на индексе, она намекает скорее на продолжение, не на продолжение снижения, а наоборот, на восстановление. То есть здесь есть некий четкий уровень, который удерживается, при этом на инструментах мы видим значительную перепроданность, перекупленность, и сама структура намекает непосредственно на пробой верхней границы, то есть на восстановление доллара, на его усиление. Поэтому внимательно смотрим, и именно эту идею сейчас и расторговываю. То есть продажа австралийца и покупку на паре доллар-канадский доллар. Это непосредственно эта самая идея, и она мной торгуется. Дальше. Америка, S&P 500, здесь очень интересно, и на одном из брифингов мне писали, что покупать Америку бессмысленно, что в случае падения будет очередная волна паники. Это возможно, конечно, но я всегда торгую вероятности. Меня не интересует то, что думает основной ритейл, то, что думает толпа. Меня интересует непосредственно, возможно ли извлечь мне из этой ситуации какую-то прибыль. Является ли эта ситуация торгуемой. И здесь конкретно пример ретеста максимума. Если на NASDAQ цена очень далеко ушла за максимум, и ближайшая зона покупок среднесрочная находится ниже, то есть идет на опережение снижения, здесь я бы не покупал непосредственно именно потому, что S&P и Dow Jones еще не пришли, а NASDAQ идет на опережение. Он, кстати, и с ростом шел на опережение. Пока остальные индексы стояли, NASDAQ уже летел на обновление максимумов. Поэтому с ним немножко другой подход здесь будет. И я меняю свой план по NASDAQ. Ближайшая зона покупок по NASDAQ, с моей точки зрения, опять же, для моих стратегий это район 10 тысяч. 10-9,5. А вот по S&P 500 есть ближайшая зона уже, в которой можно будет задуматься о покупке каких-то акций либо индекса. Это зона 3.250-3.200. И вообще основной спрос сейчас находится в пределах 3.250-3.100. Вот до тех пор, пока цена будет здесь, можно думать о покупках. Если цена выйдет ниже, то, скорее всего, это будет волна снижения паническая. И не стоит сильно покупать откаты по ближайшим ценам. Нужно будет дожидаться прояснения ситуации. Но до тех пор, пока цена торгуется выше либо внутри, 3.250-3.100, можно уже думать о покупках и отсматривать бумаги, которые входят в состав индекса, которые интересны и которые могут быть перспективны. То же самое касается индекса Dow Jones. Здесь зона спроса, она тоже не идет с опережением. Она примерно, индекс следует за S&P. И если вообще говорить о Dow Jones, о компаниях, которые входят в его состав, то даже на падении во время пандемии, начала пандемии и ее непосредственно влияние на рынок, то там компании не настолько быстро падали, как электронные. Ну и, соответственно, не настолько быстро росли. Но, тем не менее, скажем так, более надежные, более ликвидные вещи. Здесь можно работать 26.800-26, первичная зона. Основной спрос находится 26-25. Тоже нужно это все учитывать, нужно это все записать и отработать на ретестах. Европа. Европа, наоборот, пошла в падение. Не дали спрос выше 13.200. Я хотел проторговать пробой выше 13.200, как отстающий рынок на вариант обновления максимума. Но не дали пробой здесь. Цена, наоборот, упала вниз, нарушив тем самым структуру. И если все-таки рынки будут падать, то единственный вариант входа в короткую сейчас находится на DAX. То есть здесь уже есть намеки на то, где можно его отработать. Посмотрите внимательно на сложившуюся область предложения в пределах значений 13.100-13.300. Вот она эта зона. Отсюда можно говорить о коротких. То есть первый ретест. Опять же, в случае, если цена пройдет еще немножко ниже, пока недостаточно выхода для того, чтобы торговать ретест. И если цена дойдет хотя бы до 12.500, а лучше немножко ниже, достаточно 12.500, то можно ставить ордер на продажу по индексу, стоп ставить выше, пробовать торговать короткие с Европы, не Америку, а именно Европу. Здесь поинтереснее сама структура индекса и нарушение спроса сложившегося. Опять, в случае, если цена пойдет выше 13.300-13.200, можно опять изменить идею в сторону длинных и толковать этот выброс как ложный пробой по основанию формации. Тоже есть вариантов несколько, все эти варианты являются торгуемыми, но нужно брать именно с изначальной вероятностью. То есть, если мы рассматриваем 13.100-13.300 короткую, то мы открываем, если цена выходит выше 13.300, да, мы теряем деньги на позиции изначальной, но мы сразу же должны перевернуться в длинную, потому что мы работаем уже другую вероятность и совсем другую рыночную структуру. Рынок меняется постоянно и профессионализм трейдера состоит конкретно в гибкости. В гибкости каждой рыночной ситуации, это очень важно. Всем, ребят, спасибо за внимание, надеюсь, что мои брифинги, обзоры вам полезны. Не забывайте подписываться на мой канал про трейд, обучение трейдингу бесплатно. Там очень много теоретических видео, которые помогут вам улучшить ваш торговый результат. Всем спасибо за внимание, всем пока!